Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов, Михаил Ять, и сегодня мы встречаемся опять в гостях у сказки, посвященные передаче новогодним Куршевельским каникулам. Здравия тебе, Михаил! Здравия, Алексей! Ну ты так эту всю тему так азырную нашу и раскрыл сразу же одним этим самым своим предложением. И как мне теперь интригу сохранять? А теперь давай сделаем так. Ты расскажешь, о чему посвящена наша сегодняшняя передача? Сначала я стихотворение расскажу. Правда, в этот раз его написали чуть пораньше, но оно как раз посвящено нашей теме. Небольшую часть этого стихотворения расскажу, которую помню. Звучало оно так. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь надубит он. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песни заводит, налево сказки говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там еще про дорожки неведомые, но нам основной момент вот этот для нашей передачи. То есть мы с тобой давай поговорим о сказочных созданиях таких, которые, может, на самом деле-то и не сказочные. Это вот лешие, русалки, домовые, берегини, ну и разные другие духи. И как это назвать? Духи местные, духи природы. Вот об этом. Ну, раз ты хочешь поговорить о них, давай о них и поговорим. А конкретно что ты хочешь о них узнать? Ну, я так понимаю, через сказки донесли до нас наши предки информацию о том, что действительно существуют в природе. И даже если мы пока это не видим, то это не означает, что этого нет. И как раз там вот показано, как с этим делом взаимодействовать. Мне бы хотелось услышать твое мнение вот по этому поводу, потому что, я так понимаю, ты человек в этом деле более ведущий. И твоя, как это научным языком-то сказать, способность твоих приборов, она поширше будет. И глядишь, чего интересное про вот эти сказочные создания нам и расскажешь. Хорошо, с какого сказочного создания начнем? Вот даже не знаю, там один хороший человек все вспоминал про драконов. Ну, чтобы нам так со славянства начать, давай с Змей Горыныча начнем. Это вот такое создание есть, трехголовое сказка. Есть ли что-то наподобие в природе? Я так понимаю, это чем-то напоминает действительно летающих драконов, только почему-то у него целых три головы. Да. Змей Горыныч. Змей Горыныч. Горыныч идет, это отчество, значит, у него гора, это то, что его породило. Раз порождает гора, ну, наверное, все-таки не мышь, а порождает что-то большое. В каком-то иносказательном варианте получается Змей, который очень и очень большой, размером с гору. Отсюда и идет Горыныч. Это первая версия. Вторая версия. Змей, который умеет подниматься вверх, взлетать в гору. Известно, что в гору это не когда гора, на которую забираются, а в гору это вверх. Вот Красногор, например, который мы разбирали в одной из передач, это же не когда Солнце на гору залезло. Это когда оно поднялось вверх, в гору пошло, то есть перешло какой-то рубеж. Но этот Змей, который мог подниматься вверх, летать, подниматься к Солнцу, обладал некими удивительными качествами. То есть он мог быть большим, он мог подниматься над горой, и отсюда, значит, у него и такое отчество Горыныч. Он как и по рождению от горы, и как по виду большой, как гора, и мог подниматься над горой. Плюс ко всему, он мог управлять некими стихиями – огнем, воздухом, водой. Поэтому в некоторых сказках присутствует не только то, что он палит, и у него палец есть не палец, а палец, который он палит, и который он куда-то что-то направляет, и там что-то сгорает. Каждая голова в этих сказках, она что-либо делает, она за что-либо отвечает. Например, одна голова отвечает за огонь, за стихию огня. Другая отвечает за воздух, за ветер. А третья отвечает за воду. Поэтому, если змей Горыныч разбушевался, то в этом случае из него изрыгается сильный огонь. При изрыгании сильного огня поднимается сильный ветер. И потом, когда это все смешивается в природе, то в этом случае могут идти после этого сильные дожди, или могут прорываться в горные реки, или запруживаться реки, то есть управление стихиями воды. То есть вот эти три основные стихии, которые на земле явно представлены, змей Горыныч ими очень просто управлял. Это вот такая версия, которая очень мало где распространена, но в сказках встречается. То есть змей Горыныч, и огонь, и воздух, и вода. Он мог прятаться в воде. Про Добрыния Никитича мы помним. Потом, когда матушка его посылала, куда-то верни, как он хотел искупаться, матушка говорила, вот туда не ходи, там змей Горыныч, он тебя утащит на дно. То есть он находился в воде, змей Горыныч. И ты почувствуешь различные течения. Одно будет холодное, другое будет горячее. Вот имей в виду. И на самом деле он это все почувствовал, когда шел купаться. И вопрос, что он делал с этим змей Горынычем, как он с ними бился. С этими тремя головами, с этим самым змеем. Также присутствуют сказки о том, что змей Горыныч начинает входить в какие-то союзы с людьми. Где он воюет с людьми. Где он хитрствует, задает какие-то загадки людям. И исходя из ответов, он воспринимает людей как равных себе или как неравных себе. То есть он и как боец, и как какое-либо зло, которое приходит. И как тот, на ком можно пахать и переделывать землю. И тот, который помогает в случае необходимости. Так что змей Горыныч представлен совершенно в разных ипостасиях. Также известны случаи, когда богатырь утихомиривал змея Горыныча, бросив свой, например, щит в его сторону. И срубив головы. Известны случаи, когда рукавицы затыкал одной из голов, например, рот. И после этого змей утихомиривался. Здесь мы можем увидеть, что змей, скорее всего, Горыныч, представлен как некая стихия, похожая на смерч. От земли до неба. Похожая, на самом деле, на голову змеиную. Если вы посмотрите на смерч, то вы увидите, что это как будто змея, поднявшаяся в небо. То есть в гору. А если их, например, одна, две или три головы, вот тебе получается трехголовый змей Горыныч. Хотя присутствует и змей Горыныча и о семи головах, и о девяти головах. Это уж когда стихия совсем-совсем разгулялась. И в том случае, если богатырь свой огромный щит мог бросить в эти головы, то он тем самым растекал пространство и создавал условие, что обрывался этот смерч и утихомиривал погоду. Перчатку свою, например, мог бросить палец. Ну, представьте, какого размера должна быть перчатка, чтобы он перерубил вот этот вот смерч, чтобы он нарушил восходящее движение воздуха. Так что змей Горыныча совершенно по-разному принимались. И в воде они жили, и в горе они жили, и над горой они жили, и в небе они летали, и пахали они, и сеяли они, и воровали они, и воевали, и набеги устраивали, и разрушали, что только змеям Горынычам не приписывается. Ну, на самом деле, я думаю, что одна еще из версий змей Горыныча, которая также должна быть рассмотрена, это представление народов, одичавших каких-то воздушных кораблей, которые не описывались теми понятиями, которые в те времена у одичавших народов присутствовали. Поэтому если вдруг сейчас в Папуасе в какой-то увидит русский самолет, тушечку сверхзвуковой, который называют Белым Лебедем, то в этом случае, наверное, они тоже воспримут его за змей Горыныча, который также громко шумит, также гремит, который летает очень быстро, и от которого спасения нет, если он начнет посылать огненные стрелы. Так что со змеем Горынычем, я думаю, мы разобрались. Ну, а там, как уносил он в полон кого-то, ну, здесь опять же много можно представлений различных рассказывать. Это могли быть смерчи, которые кого-то куда-то уносили. Это могло быть какое-то как раз неопознанное НЛО, так называемый небесный, неопознанный летающий объект, который людей похищал, забирал, куда-то переносил. Да много чего, здесь уже фантазия. Пускай у каждого работает по-своему. Что еще? То есть, получается, Горыныч – это не какая-то сущность такая индивидуальная, а это какое-то природное явление, которое люди, вот как могли, они его описывают. Так получается. Получается, и так, и не так. Если мы это к техногенному привязываем, то тогда Змей Горыныч мог быть какой-либо техногенный объект, НЛО какой-нибудь, или какая-либо техническая игрушка, которая могла и летать, и пахать, и что-то перестраивать, запруживать, открывать, взрывать, перемещать и так далее. Поэтому здесь я не ограничиваю наших радиослушателей и зрителей в том, какая фантазия у них верх займет над другими. Здесь, пожалуйста, мыслите, как хотите. Я же привел пример наших самолетов, которые могут зарыгать и пламя, и очень быстро летать, и очень громко шуметь, и стрелять по несчастным папуасам. Ну, ясно. То есть, получается, это либо природное явление, либо какой-то искусственный объект техногенный. А теперь, вот если возьмем слово дракон, я вот почему это тоже меня заинтересовало, я попытался по буквице понять это слово, и вот там интересно, как бы получается, возможно, это несколько слов. Там есть Д, а у нас не было, что Д, согласно, рядом, там должна быть между ним какая-то гласная. Допустим, доракон, да, ну вот такой хотя бы вариант. Или даже в варианте, как он есть, Д, добро. Ра – это вот, например, свет вот этого Творца, да, сияние. А кон – есть слово, что это вот такие устои, вселенские устои бытия Творца. И вот если так разобрать, по сути, получается, как бы добро, сохраняющее или транслирующее свет Творца в соответствии с какими-то конами или законами. Вот ты можешь по поводу вот этих сущностей, которые назывались драконами, что-то, пояснилось? Да, конечно, можно пофантазировать и дальше. Например, деяние или добро божественного первичной света мудрости, которое заключено в коне. Как он наш кон, да, как он наш. То есть то, что объединено в свыше божественном, в наше, дано нам, для того, чтобы мы это исполняли, для того, чтобы не нарушали, для того, чтобы у нас жизнь удалась, чтобы естество наше не нарушалось. Поэтому дракон – это может быть как истерегущий устои жизни, хранящий мудрость, так и производящий что-либо для того, чтобы эта мудрость не нарушалась, помогающий людям что-либо здесь сделать. Драконы могут быть как какие-либо мистические, природные явления, так и, опять же, какие-либо техногенные проявления, те же самые, то, что принято сейчас называть НЛО, когда в этих драконах, например, находились мудрецы, которые могли перемещаться куда-либо, в какое-либо место и давать людям новые знания, что-либо производить, при помощи драконов что-либо строить, перемещать, создавать и так далее и тому подобное. Поэтому дракон – это вместилище добра, устоев по кону, который следил за порядком. Вы представляете, пролетает такой космический корабль, останавливается в каком-либо месте, он становится сразу до стопримечательности у местных одичавших людей. И в этом корабле, который иногда может пламя, изрыгать, может быть, дымок какой-то, может, какие-то звуки, живет мудрец или несколько мудрецов. Ну, институт прилетел какой-нибудь, да, для разведки. Геологи прилетели, к примеру. И люди к ним ходят с поклоном. Люди добрые, вы скажите, вот как нам здесь быть? Вы же там полетали, вы же там знаете. Они говорят, да, все очень просто. Вот так, так и так. О, благодарим. Другие приходят. Вот что делать? Ну, так и так. Вот это делай. О, благодарим. И вот таким образом происходит взаимообмен между теми людьми, которые здесь уже потеряли, может быть, даже где-то в чем-то облик человеческий, приведение их в чувство обратно к божественным конам. И получение тех знаний, которые необходимы для того, чтобы там, когда вернутся эти самые геологи, дать какие-то сообщения о том, как здесь живут люди, как в каком состоянии здесь земля, что необходимо сделать, как программу нужно подправить для того, чтобы здесь вернуться к нашим по конам, к нашим устоям, к нашим деяниям. Тем более, что очень часто здесь катаклизмы происходят на земле, и люди с высокого уровня бытия отбрасывают какой-либо там или каменный, или горшечный век, или бронзовый, или куда-то там еще. Поэтому такие драконы, они могли прилетать, как и змеи Горынычи, которые здесь либо что-то создавали, либо давали какую-то мудрость, или взаимодействовали с людьми, или, может быть, кого-то куда-то переносили. Здесь совершенно все очень-очень просто и понятно. Если мы говорим про мистическое, то в этом случае эзотерики, многие мистики говорят о том, что есть страна драконов, где живут вот эти вот существа, которые живут по праве, которые не нарушают ничего, где там любовь, и это тоже есть. Но там драконы не механические, там драконы именно во плоти, которые как одна из форм развития той самой жизни проявлены, и там средоотвлечения мудрости. Было ли здесь так на Земле? То есть были ли здесь во плоти драконы? У меня есть некоторые по этому поводу сомнения, что именно здесь это было, но, во всяком случае, во времена жизни людей. Были существа, которые похожи были от драконов, и, может быть, цивилизация драконов здесь на Земле была представлена? Да, тогда в этом случае все становится на свои места. Но со временем случилось так, что что-то, как говорится, пошло не совсем по плану. И тогда был произведен какой-то очередной катаклизм, и многие живые существа отсюда были убраны, в том числе, может быть, и представители драконной цивилизации. Ну, то же самое, как и с динозаврами там произошло, и с мамонтами, ни с какими-то видами человекообразных существ. Теперь еще какой момент сегодня перед тем, как мы записываем, мы с тобой разговаривали, и вот считаю этот момент важным тоже обсудить, который мы дальше будем перечислять с тобой, ну, и разговаривать там о леши, русалки, домовые и так далее. Это можно назвать, так сказать, духи, духи природы, служебные духи. И вот мы с тобой начали разбирать слово. Вот ты это как бы сказал, вот задумайся. Дух, что вот означает, вот как бы, если по образом буквицы, да, разложить. И получился интересный момент. Получается, если мы разложиваем слово Дух по буквице, получается, Д это добро, У это прикосновение, взаимодействие с божественным потоком твоего источника, твоего потока, подключение к божественному потоку для того, чтобы оттуда ты какие-то знания черпаешь. А Х это вселенская гармония. И по сути, получается, если мы так по образом разбираем, то Дух это такая сущность, такая программа мироздания, которая предназначена для того, чтобы устанавливать добро, ну, оно как бы с добрым посылом послана, созданного дворцом, для того, чтобы при взаимодействии с божественной энергией извлекать из нее информацию и приводить в то место, где она контролирует, которое она место к вселенской гармонии, поддерживать, в этом месте вселенскую гармонию. А если мы возьмем это слово и прочитаем справа налево, то получается интересный момент. То есть, если есть вселенская гармония и кто-то, обладающий знаниями о том, как все устроено, и он берет эти знания с божественного потока и начинает тянуть на себя любимого, только себе забирая вот это делая добро из того, что есть в природе для себя любимого рубит лес и так далее, то есть, металлы выкапывают, золото ищут, то по сути получается слово худ, худо, то есть, в том понимании, в каком есть дух, это хорошее несет, а в обратном это происходит разрушение. Вот твое мнение, ты с этим согласен или может какие-то дополнения еще есть? да, я думаю, что все-таки дух больше связан с деяниями, с чем-то таким, что себя проявляет в жизни, и даром говорят, что сильный духом, слабый духом, это то, что двигает эту жизнь, поэтому я думаю, что еще применимо понятие деяния, не просто добро, вот если деяние производится из божественного равновесия, божественного равновесия, тогда это дух, а когда наоборот, то тогда это худо, вот дух, он может быть только светлый, худо может быть темное из пекельного мира, а у нас сейчас заменили только одним словом, там черный дух, темный дух, светлый дух и так далее, на мой взгляд, это такая подмена, которая убрала отличие между пекельным или навным и явным и светлым, поэтому это надо понимать, все-таки дух это движущая сила, это то, ради чего здесь все сделано, чтобы воспитать дух, усилить дух, развить дух и так далее, и духи есть разного уровня, есть дух начальный, на уровне очень близких к живатмам, когда он не имеет плоти, и когда этой живатме необходимо во что-то вселяться, с кем-то взаимодействовать напрямую, дальше дух среднего уровня, который оставляет, оставляется здесь, на земле, или с человеком, для того, чтобы помогать ему, направлять какие-то потоки силы, двигать что-то куда-то, есть дух высшего уровня, который отвечает за какое-то место, отвечает, может быть, за жилище, который может быть уже проявлен в человеке, то есть взаимодействие одновременно с телом, с душой, дух, когда все вместе взаимодействуют, это уже уровень человека или какого-то существа здесь на земле, есть духи, так называемые, бесплодные, высшего уровня, то есть плоти у них нет, которые отвечают за какие-то места, это, как правило, лешие, это, как правило, полевики, полевицы и многие другие, созданные как природные, так и человеческие, есть духи, которые созданы конкретно человеком, которые связаны с родом, это, например, духи домовые, духи овинные, амбарные и прочее, 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 вот домовой дух, он связан с родом, и в нем, как правило, проявляется лучшее или, может быть, не самое лучшее качество кого-то из родичей, каких-то сильных проявлений вот одного из родичей, и в этом случае было такое поверье, что домовой это как раз выселение сюда к нам на невидимом уровне одного из родичей, вот, верить в это, не верить, я не предлагаю вам, просто рассказываю народные какие-то предания, традиции, свои впечатления, как правило, стараюсь не рассказывать, потому что это мои личные впечатления, мои взаимодействия, это мои личные взаимодействия, и я рассказываю не на широкую такую публику, рассказываю где-то вот в более узких кругах, где происходят какие-то, может быть, обучения, происходят какие-то там тренинги, навыки и прочее, 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 то есть по взаимодействию с духами вообще стараюсь на широкую публику не говорить, потому что это дело очень-очень ответственное, и вот эти вот бесплотные духи, они обладают очень серьезными возможностями, поскольку их поставили охранять, к примеру, лес, то в этом случае для того, чтобы лес охранять, необходимо взаимодействие с живыми, плотскими и с другими подчиненными духами, и, к примеру, вот то же самое леший или лесий, тот, который в лесу обитает, отвечает за лес, он или может поддержать человека или животное, которое пришло в лес, но при этом нужно кого-то направлять, чтобы что-то дать человеку или животному, или, наоборот, изгнать того, кто в этом лесу себя очень нехорошо ведет, и тогда надо тоже на него воздействовать, воздействовать можно на разных уровнях, энергетический уровень, просто отсасывается энергия, или насылаются какие-то лярвочки подчиненные лесовику, и эти лярвы просто атакуют, и человек очень себя некомфортно чувствует, у него уходит сила, и он, к примеру, не может уже даже топора поднять, чтобы что-то сделать, не может какую-то гадость совершить, или, наоборот, выдается, как из мешка, одаривание, чтобы человек дальше производил что-то, чтобы он делал пользу зверям, чтобы у него появлялись новые силы, чтобы он быстро отдыхал, восстанавливался, и это все вот как раз взаимодействие энергетическое, взаимодействие психическое, то есть, помимо лярв, можно еще и создавать какие-то неприятные ощущения в голове, когда человек вдруг не с того несет страх, начинают испытывать, мурашки по телу бегут, и он хочет из этого места быстро уйти, или, наоборот, создается такое благостное состояние, чтобы он остался вздремнуть в этом месте, или остался навсегда здесь, или, может быть, сюда его тянуло, какое-то там создается место силы, или еще третий уровень, когда он настолько сильно может влиять на человеческий рассудок, что у человека появляются просто видения, и он может уже даже разговаривать с людьми, то есть, по сути, дух бесплодский, плоти нету, телеса его не проявлены, у него только телеса такие вот нефизические, но при этом он так сильно входит в контакт с человеком, на телепатическом, как бы сейчас сказали, уровне, что человек слышит голос, слышит различные голоса, у него появляются видения, он как будто бы видит перед собой какого-то старца, или какую-то дьяву, или еще кого-то, и начинает с ними разговаривать, и самые интересные бывают моменты, что другие люди, когда видят разговор такой, они не понимают, что происходит, человек с кем-то разговаривает, а того, с кем он разговаривает, не видно, не говорят, ну все, кукушка, это, того, тихо шифером шурша, крыша едет не спеша, вот из этой серии, а человек реально разговаривает с лешим, с ним сам леший разговаривает, указывает ему, что делать, вот таким образом духи могут взаимодействовать, духи высшего уровня, духи хранителя среднего уровня, они, как правило, не пускают, их задача не пускать, они очень мыслящие существа, но с определенными установками, как правило, в контакт с людьми они не входят, в том случае, если человек что-то не нарушает, как правило, они человеку не помогают без указания высших инстанций, и они перед ним не проявляются, хотя даже как и лесовик, они также могут проявиться, и многие люди, их страстно-ссорики обладающие, они могут их видеть, некие сгустки или некие облики и так далее, низшего уровня, это как цепные псы, они просто охраняют, контакт у них только в одном случае, если человек что-либо нарушает, в этом случае, они просто начинают наводить страх, они отнимают энергию, отнимают силы, и человеку очень-очень некомфортно становится, то есть, вот такие вот уровни, есть духи, как я уже говорил, созданных человеком, например, там полевицы или прочие другие, которые в момент созревания плодов или посевной, или чего-то еще, они создаются, как такие маленькие эгрегоры, охраняющие это поле, жрецы, волхвы, гидуны, могли проводить определенные обряды для того, чтобы эти энергетические, то есть силовые сгустки, полевые, организовывались и создавались охранные структуры, которые не просто охраняли от каких-то диких животных, чтобы те не подтоптали, от лиходеев, которые какое-то зло могли наносить, но плюс еще по взаимодействию с природой, чтобы здесь, в этом месте, например, с определенной установкой по часам происходил полив и прогрев почвы, ну, к примеру, два раза в неделю надо это поле полить, какое-то время надо прогреть, но при этом, чтобы не было пекла, которое бы иссушало это поле, и на самом деле подходишь к полю, вроде бы жарящая невозможная, заходишь на край поля и чувствуешь, как будто бы тепло, но не испепеляющее тепло, а такое приятное, смотришь, увлажненная почва, хотя везде там уже она высохла за полем, вот, и смотришь, тучки набегают, вот тут больше дождик идет, а вот там меньше идет, или наоборот, тучка прилетает какая-то, и такая дымка образуется над полем и перекрывает его, вот это как раз воздействие ведунов, волхвов, жрецов по уровню не природных, а уже служащих духов, которые через какие-то свои установки были здесь созданы, или были здесь призваны, если это природные духи, и эти духи, они здесь это все охраняют, они взаимодействуют с полем, ну, естественно, там целые ритуалы, целые обряды, которые по взаимодействию с духами необходимо понимать и нужно знать. Насколько интересно оказывается любую тему как мне, а там безграничное кладе знаний. И напоследок, давай еще тогда вот вопрос задам, ты выскажи свое мнение. Вот, русалка, я почему-то в детстве предполагал, что это такое вот полудевушка, полурыба, причем верхняя часть девушки, а нижняя рыбья такое с хвостом. А вот, например, у Пушкина вот в этом стихотворении, да, части, там она на ветвях сидит. Я вот как представлю, что вот без участия ног залезть там куда-то на дерево, или хотя бы на канат, это довольно-таки сложновато. Вот твое мнение, русалка. Как они выглядят? Мамье мнение такое. Мы сейчас все находимся в цивилизации, так или иначе, кто-то больше, кто-то меньше, и мы цивилизацией отравлены. Необходимо было кому-то создать определенные условия для того, чтобы эта отрава в нас поглубже проникла, чтобы она нам закрыла очи, чтобы она нам замутила разум, и чтобы нами было проще управлять и проще уничтожать тех, которые непригодны для жития в этой цивилизации, чтобы заместить их места какими-то иными пришлыми народами, которые бы очень хорошо управлялись, которые бы исполняли все, что им не скажут. Скажут копать, они копают, скажут сидеть, они сидят. А дело в том, что славяно-русы, славяно-арии, русичи, они, в общем-то, всегда были творческими людьми. Вот мои предки всегда были творческими людьми. И поэтому просто так командовать кем-то из нас тяжеловато. Поэтому нужно одурманивать какое-то пойло, наркотик вводить, вносить, которые бы этот дурман усиливали, и через это, в общем-то, уничтожать, как я сказал, замещением. Проводить замещение. Вот эта отрава цивилизации, она проникла и в сказки. Многие сказки очень сильно были искажены в свое время, искажены специально. Многие понятия были запутаны. И люди, некоторые, повторяют глупости, не понимая, что они повторяют. К сожалению, здравомыслия у нас сейчас отсутствует. Так вот, было такое понятие, как девы, живущие в воде, которых называли по-разному. Где-то вилы, где-то мавки. И девы, которые были похожи на птиц. И таких называли русалки или русали. Рус – это свет, светлый, Русь – это свет, светлая. Вся территория до экватора, с севера до экватора называлась Русь. И жили здесь русы, русичи, которые были светлые во всех смыслах, не только по коже, но и свет был внутри. Вот если увидеть человека, который светится изнутри, светлая кожа, светится изнутри, живет по совести владу с природой, святочтя великомудрых предков, перед вами находится Рус. То есть, тот, который светлый, который излучает тепло, добро, и который живет так, как положено жить наследнику богов на земле. вот, поэтому слово русалка или русаль, это свет объединенный в чем-то заключенный, то есть, русалка, это объединение в чем-то, заключение света. Ал, это все, это полностью, более ничего нет, это полноценное все. и получается полное собрание света в чем-то, вот в этой деве-птице, которая может перемещаться с одного места в другое место, которая может доносить что-либо, и к таким птицам относили, девам-птицам относили разные сказочные и былинные персонажи, Сирин, Гамаюн, Луконос, ну и так далее. И для таких дев-птиц ставили определенные приспособления для того, чтобы они как-то развлекались. Ну вот так было в народе с определенных пор, когда народная вера стала переходить в такой разряд просто по вере, то в этом случае стали делать венки, которые вешали на деревьях, стали делать качели, где-то настоящие качели, а где-то просто сплетали ветви для того, чтобы они качались, украшать ветки не только венками, но и какими-то бантиками, ленточками, для того, чтобы русалки прилетали, они играли. Естественно, что русалка это не просто птица с женской грудью и головой, это что-то более серьезное. К примеру, если мы рассматриваем древние предания, то птицы, которые как русалки перемещались и говорили, они были очень больших размеров, очень больших, и рассказываются, что происходило, когда такая птичка прилетала, какой поднимался ветер, какое было пламя, какой был грохот и так далее. Многие пугались этого. Поэтому поверья народные, которые сейчас очень широко известны, они несколько, конечно, далеки от того, что в древности было. Но хотя бы так, хотя бы с этого начинать, хотя бы приблизиться к чему-то своему родному, хотя это не является истинной в последней инстанции, хотя там явные видны нарушения и очень-очень серьезные упрощения. А упрощение иногда не дает возможность познать что-то цельное и великое. Вот девы-птицы. Почему именно девы? Ну, наверное, это чистота, потому что дева-девственница, девочка, дева-девчина и так далее. Это все, что связано с чистотой, с нерушимостью, когда там заключено знание, видовство, вестовство, поэтому это и дева, та, которая может вестать. То есть непорочная весталка и так далее. Вот это все девочка, дева. А когда уже выходила замуж, она становилась уже женой. Там уже девчонками называть нельзя было. У нас много говорят, ну, девочки, старушки, 60-80 лет, дружные, гурьбой, с палочками куда-то идут. Пойдемте, девочки, сходим туда-то. Ну, смотрится, конечно, очень интересно. То есть нарушение принципа вообще бытия, когда каких-то взрослых замужних женщин, тем более родивших детей, уже ставших ведьмами, называют девочками. Ну, для меня это не укладывается в голове. Ну, ладно, это издержки современности, поэтому оставим их. Так вот, девы, птицы, птицы, те, которые могли летать, девы, это что-то непорочное, вистающее, светлое, вода и алла, объединяющиеся вместе. Ну, то, что вот со всех сторон собрано, каэта, соединенная вместе, вдохотворенная душа и так далее. Вот, что такое русалка. Это жар птицы, какая получается. Жар птица это то, что может давать жар. Жар это связано с огнем. Жар птица по иностранному это феникс, тот, который не заканчивает жизнь смертью, а который, умирая, вспыхивает и перерождается в огне и заново начинает жизнь. Вот, что такое жар птица. Это то, что дает тепло, то, что дает знание, то, что может летать, то, что излучает свет и огонь. Вот, это все жар птица. В восточных поверях это фенист. Потом фенистом назвали сокол, потому, что он мог подниматься высоко в небо и если он там смотреть, в небо посмотрит, там солнышко, например, тяжело смотреть. То есть, фенист, ясный сокол, вот эти вот предания о фенисте, они появились. То есть, фенист, фенист, феникс и жар птица. По сути, это очень сильно пересекающиеся между собой. Но жар птица еще, это могла быть также огромная какая-либо летающая птица или приспособление летное, живое или механическое, которое очень много давало жара. Так что, жар птица тоже непростое такое явление, которое могло быть и девой птицы, и просто птицей, и летающим объектом, и в то же время воссоздающим себя из огня. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим великому мудрым, и тебе, Алексей, за эту интересную беседу. В очередной раз благодарю тебе за то, что ты поднимаешь интересные темы наших радиослушателей и зрителей. Также благодарю, поскольку вы пишете интересные вопросы, из которых Михаил эти темы создает, и надеюсь, что наши разговоры не просто бла-бла-бла, непонятно о чем, а это все то, что заставляет вас, именно заставляет задумываться о том, кто вы, для чего вы, и как быть, и что делать. На 7 я с вами прощаюсь, низкий всем поклон, пишите, будем рассуждать, обсуждать и делать мир лучше. С вами был Народное Славянское радио, Алексей Орлов, Михаил Ять, до новых встреч, друзья мои, увидимся и услышимся. Быть добрым. Русс, далекие тысячелетия Русс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова